Дом Культуры Как я отвечаю за то, что дети, что происходит, почему упускается работа, потому что кому-то это надо, чтобы так было, чтобы дети росли не знающим ничего, ничего не ценили и сами разрушали памятники, которые стоят на нашей земле. Понятно, что раньше кино воспитывало, нас оно воспитывало в первую очередь. Пока мы еще не научились читать и писать, мы ходили в кино и мы смотрели о подвигах наших героев. Потом мы в книгах встретились в школе с подвигами наших героев. Стихи учили наизусть и воспевались подвиги наших героев. Вот мы росли патриотами, потому что такая работа проводилась. А в школе проводился месяц оборона массовой работы, в котором в течение месяца детям рассказывали о подвигах, как воевали сами дети, как герои-пионеры воевали и погибали. Дети стояли в почетном карауле у памятников, приглашали солдат. А сейчас что? На День Победы нельзя, Бессмертного полка нет. Кино посмотреть нельзя, потому что там то режут, то убивают, то волшебство, то колдовство, больше ничего нет. На чем воспитываются эти дети, если ничего кругом нет? И видно, что и досуг этим детям проводить тоже тошно, потому что разоренной рука не касается. Хотя есть глава, который должен обращать внимание на состояние, вот то, что происходит в Кировском этом округе. И мы чего ждем от этих детей? Будем обвинять родителей? Родители на работе, но их воспитывали тоже в ельцинские и путинские времена. Они тоже могут быть, не знать ничего о Великой Отечественной войне. Как в учебниках сейчас три урока про Великую Отечественную войну.